Бокер Тов, доброе утро дорогие друзья! Начинаем наш четвертый урок в понедельной главе Торы Ваяггель. У нас есть вход в храм, в шатер. Написано, что на входе поставишь пять столбов и покроешь их чистым золотом. А сами столбы покроешь нитями золотыми. И там будут крючки, какие-то кольца. Все это золотое. А подножие этих столбов из меди. Сам весь шатер идет золотое сделан, а подножие серебра. Там сто подножия у нас идет. А здесь вход именно из меди. Такой переход идет. Если внизу посмотреть, там и золото, и серебро, и медь на подножиях вместе соединяются. Конечные балки шатра имеют основание серебряные, а вот эти пять столбов медные. А верх получается золотой. Только на балках шатра листовой металл, а здесь идет из проволоки золотой. Можете представлять, как катушка нет, так золотая, так обвитая, очень красиво. Если представлять, как это на солнце могло светить все. Это невероятная красота. Есть даже комментарий удивительный, что, хотя написано, что это все из золота, но... Есть мнение, что эти вот кольца там были, были званы из серебра, а только окончания их были из золота. Не знаю, как это понять, но там серьезные источники, в общем, есть живое торе написано. Если кто хочет, пишите, я сообщу координаты. В общем, есть даже такое мнение. Теперь написано, что Бецалель делает ковчег. Он делает его из Акатии. Строит из Акатии ковчег, ящик деревянный. Потом он делает из золота два ящика. В большой золотой он вставляет ящики из Акатии. А внутрь ящика из Акатии он вставляет еще один золотой ящик. И получается, он со всех сторон сделан из золота. Написано, что отлили четыре золотых кольца и прикрепили его к ребрам этого ковчега. И сделали шесты из Акатии, покрыли их золотом. Эти шесты для переноски ковчега. Мы знаем, что в кольцах ковчега должны быть шесты, нельзя вынимать их оттуда. Отдельное внимание обращается к крышке. Крышка это что-то невероятное. Написано, что бицелель должен был ее вырубить из одного куска металла. Но если бы это была просто крышка. Это крышка невероятной красоты. На ней были вырублены кровы. Ребенок с крыльями. Они стоят на концах крышки напротив друг друга. А крылья их простираются навстречу друг другу. И они закрывают собой всю крышку. Лица их обращены друг к другу. И наши мудрецы говорят, когда Всевышний нами был доволен, то они как бы лица направляют так, как будто они целуются, мальчик и девочка. А если нет, то они отворачивали лица друг к другу. И там был венец по краю этой крышки. Он шел, чтобы была красивая, какая-то корона такая красивая шла по всему периметру крышки. И толщина крышки, как мы знаем из Талмуда, Трактация ТА-5А написана в Тифах, в ладонь. Есть мнение, что это 7,5 сантиметров такая была толщина. Там что-то невероятное написано в живой Туре, что если посчитать саму крышку, сколько золота может уйти на такую крышку, то тона 135 килограмм золота должно было уйти на эту крышку. Это не считая кругов, которые стояли. Они тоже большие, покрываются крышку крыльями. А у нас всего золота 29 кикаров 730 шекелей. То есть у нас немного золота. А если на крышку забрать большинство золота и еще и сам ковчег, то откуда же у нас золото тогда? Для того, чтобы построить остальной храм. Раби благословенной памяти садья Гаон, он посчитал это все и говорит, что крышка была чуть больше, чем толщиной, чем полсантиметра. И дает невероятный комментарий, удивительный. Говорит, что сами столбы были тонким слоем покрыты золота. И перечисляет все предметы. И вот куда ушло это все золото. Но он нам не все перечисляет почему-то. Нам трудно посчитать. Получается перечислили все предметы, которые он не перечислил. И кольца, которые соединяют сами балки золотые. И кольца, на которых держатся шесты, которые стоят по бокам храма. И сами шесты, их 15, покрытые золотом. И нитки золотые, которые покрыты столбы при входе в шатер откровения. И покрышки их золотые, этих 5 столбов. И крюки, на которых держатся вот эти все кольца. И на них, известно, вешается полог при входе в шатер. Это все золотое. Я уже не говорю за тот засов, который проходит сквозь все балки. Он покрыт золотом. Тоже большой длины засовы. Он почему-то нам это не пишет. Вот. И это он дает на какой-то расчет невероятный. Трудно его понять. Ну, что есть, то есть. Возможно, мы не понимаем этого. Ну, надеюсь, что мы будем с вами учить Тору, и Всевышний нам откроет больше, чем мы сейчас знаем. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Мы должны Тору распространять как можно больше, когда Всевышний даст браху на весь мир. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Ахум, моего дяди Валер бен Григорий, Лев бен Шемуэль, Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана Бат Клара, Анна Бат Ривка, Полина Перв, Бат Соня Сура, Женя Бат Ио. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.